Добрый вечер, мы диспетчер. Добрый вечер. 19, ого, и у нас всё хорошо на этот час. По крайней мере. А сегодня на куркуляторе у нас шо там? Куркули. Часть 34. 3-4. Ноги шире. Погнали. Часть 34. Только через педали. Педали дали? А? Вот то. Тогда погнали. Джандалар видел, как Ранек выходил из очага мамонта. Он всё видел. Теперь он выбрал роль Саглядатая. Хотя это было и не просто для него. Это считалось недостойным взрослого человека. И в этом племени, и там, откуда он был родом, это... Ну, неудобно подглядывать за другими людьми. Постыдно. А Джандалар всегда был особенно чувствителен к общепринятым условностям. Кто шо скажет. Столь неподобающее поведение беспокоило его. Но он ничего и не мог с собой поделать. Ну, ничего. Из-под тишка он неотступно следил за Эйлой и за всем происходящим в очаге мамонта. Ещё той шпион. Стремительный поход корешчика, возвращающегося к себе в очаг лисицы, и его радостная улыбка наполнили сердце Джандалара страхом. Он понимал, что Эйла сделала или сказала что-то такое, что так обрадовала Ранека. И он со своим богатым воображением, он приготовился к самому-самому худшему, как всегда. Судорожные попытки разобраться в своих чувствах отнимали все его силы. Он не мог есть, он не мог спать. И выглядел измождённым и истышённым. Всё, скоро помре. Одежда уже болталась на его исхудавшем теле. Он не в силах был ни на чём сосредоточиться. Даже на великолепном новом куске кремния. Даже это не помогало. Временами он спрашивал себя, уж не потерял ли он рассудок? Не попал ли под власть какого-нибудь зловредного ночного духа? Любовь к Эйле, печаль о том, что он покинул её, и страх перед тем, что может случиться, если он не отпустит её с миром. Покойся с миром. Это всё так истерзало его, что он не мог находиться рядом с ней. Всё, как отрезало. Он боялся, что потеряет власть над собой и сделает что-то, о чём потом будет сожалеть. Но и не видеть её он тоже никак не мог. Львиная стойбища снисходительно относилась к странному поведению своего нового обитателя. Любовь Джандалара к Эйле была для всех очевидна. Как он не пытался скрыть её? Со стороны решение оказалось простым и очевидным. — Ну так помогите же вы ему, если очевидно. Помогите! — Эй, Льви и Джандалар дороги друг другу. Это всякому понятно. Почему бы им не сказать о своих чувствах друг друга? — Ну, действительно, почему? А потом пригласить Ранека стать третьим в их союзе. Третьим будешь? Но Нези понимала, что это всё не так-то и просто. Ой, не так. Материнское чутьё подсказывало ей, что любовь Джандалара к Эйле слишком сильна, чтобы разрушиться только из-за того, что им не хватает слов высказать это. Что-то более глубокое встало между ними. И она больше, чем кто-нибудь, понимала глубину любви Ранека к Эйле. Это не тот случай, когда можно любить втроём. Эйла должна сделать выбор. И теперь, да, теперь эта мысль овладела Эйлой. С тех пор, как Ранек напомнил ей эту горькую правду, что теперь она спит одна, всё, и он ещё предложил перейти в его очаг, она не могла больше думать ни о чём другом. Всё. Засела. Она цеплялась за надежду, что Джандалар сможет предать забвению их взаимной резкости и вернуться. В этой вере её укрепляло то, что стоило ей поглядеть в сторону кухонного очага. Она ловила его быстрый ответный взгляд. Сразу же. Она невольно думала, что, стало быть, ему хочется смотреть в её сторону. Но каждая одинокая ночь разрушала её надежды. «А ты подумай об этом!» Эти слова Ранека так извиняли у неё в ушах. И, заваривая травы для мамута, она думала о высоком темноликом мужчине. «С копьём, да?» И о том, смогла бы она, Ли, полюбить его. Но мысль о жизни без Джандалара наполняла её тело странной пустотой. «Тебе и того, и того хочется, да?» «Шо это фигня? Шо то фигня? Вот тебе мой совет. Запомни. На лобби зарубай. Чуешь ты меня? Чи не? Доча ты!» И она добавила к измельчённым сухим листьям свежей весенней зелени, залила всё это горячей водой и понесла старику. Она улыбнулась, услышав его приветствие, но всё равно выглядела озабоченной и усталой. Мамут знал, что она опечалена с тех пор, как Джандалар оставил её. И он рад был бы помочь ей. Будь это в его силах. Он заметил, как Ранек говорил с ней и собирался расспросить её об этом. Мамут верил, что в жизни Эйлы всё подчиняется какой-то наивысшей цели. Усё. Он был убеждён, что Великая Мать по каким-то своим причинам испытывает её. И потому не торопился вмешиваться. Эйла прикрыла свет, прошла к своей лежанке, разделась и приготовилась ко сну. Тяжёлое это было испытание встречать ночь, зная, что Джандалары нету рядом с ней. Она старалась занять себя мелкими делами, всякой мелочью. Она сидела среди сброшенных на ночь шкур, только бы протянуть время. Иначе она знала, она может проснуться среди ночи. И всё. И, наконец, она взяла на руки волчонка и села на край постели, баюкая тёплого, ласкового маленького зверька, гладя его, разговаривая с ним, пока он так и не уснул у неё на руках, под её прибаутки. Потом она положила её в корзину и снова ласкала его. Положила его, пока тот опять не затих. В отсутствие Джандалара Эйла расходовала свою любовь на волка. Целиком и полностью. Джандалар тотчас понял, что взаимоотношения между Эйлой и Ранеком изменились. Хотя ему и не хотелось этого признавать. Он наблюдал за ними несколько дней, пока в конце концов не был вынужден согласиться с фактами. «Факты! А где ваши аргументы? Это факт!» Ранек разве что не переселился в очаг мамонта. И Эйла с радостью и гостеприимством встречала там его. «Это факт! А где ваши аргументы?» Сколько бы он не уговаривал себя, что всё к лучшему и что следует предоставить события их естественному ходу, он никак не мог преодолеть боль утраты, заглушить эту обиду и ревность. «Казалось бы, ведь это он сам по своей воле оставил Эйлу. Это он отказался делить с ней постель. Но теперь... Теперь-то он ощущает себя покинутым, брошенным ею». «Да, а немного же им потребовалось времени. Ух, как быстро!» — думал Джандалар. «Он уже на следующий день оказался здесь и стал за ней увиваться. А она еле дождалась, пока я уйду от неё, чтобы начать привечать здесь его». «Да, словно заранее поджидали, пока я это сделаю. Я должен был это предвидеть». «Но вот в чём ты её обвиняешь, вот в чём? Ты ведь сам ушёл, Джандалар!» — сказал он сам себе. «Ну ведь так, так, да, да. Она тебя не гонала. После того первого раза она не ушла к нему. Ведь не ушла. Она была здесь, рядом с тобой. И она хотела снова стать твоей. И ты знал это. Ну, а теперь всё. Теперь она уже готова принадлежать ему. Не тебе. А ему только и не терпится. Он всегда готов. Ну вот можешь ли ты его осудить за это? М? Может, всё это к лучшему? Они хотят, чтобы Эйла осталась здесь. Они больше похожи на плоскоголовых, на людей из клана. И её здесь любят. Да, именно. Её любят здесь. Разве не этого ты хотел для неё? Не этого? Быть принятой за свою? Быть любимой кем-то? Вот ты и добился своего. Да? И как? Хорошо тебе от этого? Но я люблю её, — возбуждённо думал он. О, великая мать! Как могу я помешать этому? Это единственная женщина, которую я так любил. Я не хочу, чтобы ей было плохо. Я не хочу, чтобы она покинула меня. Почему она? О, Донни, почему это должна быть именно она? Может быть, мне надо уйти отсюда? Так оно и есть. Я должен уйти. Думал он, на мгновение потеряв способность ясно рассуждать после этого. И Джандалар прошёл к львиному очагу и, перебив разговор вождя с той бищей Мамуту, воскликнул. Я ухожу. Что я могу с собой взять? В глазах у него сквозило безумное нетерпение. Вождь и шаман, понимающий, переглянулись. «Джандалар, друг ты мой!» — сказал Талут и похлопал его по плечу. «Мы будем рады дать тебе с собой всё, всё, что тебе нужно там. Но уйти, вот так вот, сейчас, ты не сможешь. Весна приближается. Но ты посмотри вокруг. Видишь, какая метель? А поздние метели, они это самые опасные метели. Чуть-то быть, он неизвестно». Джандалар притих. «Он понял, шо ты там пойнял, а, дурынь-то ты?» «Он понял, шо уйти немедленно, ну, никак не получится. Никто в здравом умении отправится сейчас в дальний путь». Талут заметил, что напряжённые мышцы Джандалара расслабились. И только после этого он продолжил. «Весной начнутся паводки, а по пути встретится немало рек. И потом, ты не вправе так просто покинуть нас. Но разве можно провести зиму с мамутоей и не поохотиться с нами на мамонтов, а? Ты, ты шо? Не можно так, не можно, нельзя. Тебе больше нигде не представится такого случая. Никогда в жизни. Вот сколько ты потерял. А первая охота у нас будет только в начале лета. Чуешь, окажу? В начале лета. Вскоре после того, как мы все отправимся на летний сход. Как раз тогда и придёт самое лучшее время для охоты. Чуешь, окажу? И ты окажешь мне великую честь, если останёшься здесь, ну, по крайней мере, до первой охоты. Ага. И я был бы рад, если бы ты показал нам своё искусство метания своего вот этого копья. Ага. Договорились? Да, конечно. Я думал об этом, сказал Джон Доллар. И только? Всего? Потом он поглядел высокому рыжеволосому вождю прямо в глаза. Бездольные море. И всё ещё думаю, Талут. Я всё ещё думаю. Мамут сидел, скрестив ноги на том самом месте, где он чаще всего любил поддаваться медитации. Рядом со своей постелью. На помосте, где хранились запасные олени-шкуры. Скрестив ноги, сидел. На сей раз он не столько медитировал, сколько просто думал. О том, о сём. С той ночи, когда его разбудили рыдания Эйлы, он всё больше убеждался. Уход Джон Доллара привёл Эйлу в отчаяние. Её муки глубоко тронули его. Хотя она и пыталась скрыть свои чувства от большинства людей, ему бросились в глаза кое-какие подробности её поведения, которые прежде он пропустил бы. Она искренне рада была обществу Ранека. И смеялась его шуткам. Но в глубине души она была подавлена. И забота, и внимание, проявляемое ею к волку и лошадям, тоже были признаком её отчаянной тоски. И Мамут обратил внимание и на своего сегодняшнего гостя. В поведении Джон Доллара сквозила такая же, точно такая же тоска. М-м-м. Всё сходится. Видно было, что в душе его царит полнейший хаос. Хотя он и старается умело скрыть это. После его отчаянной попытки покинуть лагерь в разгар бури, старый шаман стал не на шутку опасаться. Шо здравый смысл, шо-то да. Шо-то действительно покидает Джон Доллара при мысли о разрыве с Эйлой. Шоб мужик вообще башку не потирал. В глазах старика, который привык тесно общаться с духовным миром, миром мут, и провидел её суд, это означало нечто более глубокое, чем просто проявление юношеской страсти. Быть может, у великой матери и на его счёт есть какие-то планы. Планы, в которые как-то вовлечена и Эйла тоже. Хотя маму-то боялся размышлять об этом. Ну, прям так и уж и боялся. Он не мог отделаться от вопроса, зачем она показала ему, что таится за безмолвными чувствами этой пары. Она велика мать. Ну, зачем ты мне всё это показала, а? Я всё бачил, я всё слухал. Он, конечно, не сомневался, что ей всё подвластно. Но, может быть, зачем-то ей действительно в этом случае понадобилась моя помощь. Ну, а пока он обдумывал, стоит ли распознавать веления великой матери и как вообще это сделать. В очаге мамонта показал саранок. Тут как тот. Как обычно, в поисках Эйлы. Шо ты? Копьё не знаешь, где пристроить, а? Мамут знал, что, взяв волчонка, она отправилась на прогулку верхом на Винне и скоро вернётся. Раник огляделся, заметил старика и поздоровался с ним. А знаешь ли ты где Эйла, Мамут, а? Спросил он. Да, она вышла пройтися со своими животными. А то это её не видно. Ты достаточно с ней видишься, Раник. И Раник хмыкнул. Хотелось бы побольше. Но она ведь не одна сюда пришла, Раник. Разве у Джандалара нет кое-каких преимущественных прав? А? Может, и были. Но он же сам от них отказался. Сам. Он покинул этот очаг. И Мамут тут заметил это тонкое, что Раник пытается защищаться. Думаю, их всё ещё связывает сильное чувство. И они могли бы воссоединиться, будь у них случай восстановить свою прежнюю глубокую близость, Раник. А ты тут всунувся, а? Если ты хочешь, чтобы я отступил, Мамут. Извини, но уже слишком поздно. Я тоже испытываю глубокие чувства Кейли. Голос Раника дрогнул от волнения. Мамут, я люблю её. Я хочу соединиться с ней, разделить с ней очаг. Мне пора завести себе женщину. И я хочу, чтобы её дети играли в моём очаге. Я никогда не встречал такой женщины, подобной ей. Она та, о которой я мечтал всю свою жизнь, понимаешь? И как от этого отказаться? Если бы я только мог уговорить её. Я хочу, чтобы мы объявили о нашем союзе во время весеннего праздника и поженились этим летом. Слышишь? А ты уверен, что хочешь именно этого, Ранек? М? Спросил Мамут. Он хорошо относился к Ранеку и знал, Вимис был бы рад, если бы темнокожий мальчик, с которым он когда-то вернулся из путешествия, нашёл себе женщину и осел именно здесь. Осел, присел. Немало женщин Мамутой были бы рады соединиться с тобой. А как насчёт той хорошенькой рыжеволосой женщины, с которой ты уже был почти помолвлен? как там её имя? Трейси? Мамут был уверен, если бы в душе Ранека что-то зашевелилось там, он бы покраснел бы обязательно при одном только упоминании этого имени. Но нет. Я скажу, я скажу, извини, ничего не могу поделать. Ну, никто мне не нужен, кроме Эйлы. Никто. Она сейчас принадлежит к племени Мамутой. Она может соединиться с Мамутой. И я хочу, чтобы это был я. Если это предопределено, Ранек, ответил Мамут, это случится. Но ты запомни, вот что. Эйла выбрана самой великой матерью для некой цели. И ей дано много даров. И что бы она не решила, и что бы ты там не решил, Мут избрала ее первой. и любой мужчина, который соединит с ней свою жизнь, связывает себя и с ее предназначением. И ему с этим жить. Угу. Глава двадцать пятая. Когда древняя земля повернула свой северный лик к великой сияющей звезде, вокруг которой она вращается, даже пространство, лежавшее близ ледников, почувствовали прикосновение нежного тепла и стали медленно освобождаться от спячки, охватившей их в самую глубокую холодную зимнюю пору. Сначала весна вступала в свои права неуверенно, но затем, словно предчувствуя, что я отведен краткий срок, затем она осталась яростью, с упорством крушить ледяной покров. Все. Потоки талой воды увлажняли и оживляли землю. Капли, падавшие с веток из сводов земляного жилища в первые безморозные полдни ночами замерзали и превращались в сосульки. Дни становились все теплее и сосульки разрастались в конусообразные ледяные колонны, а потом, подтаив, пробивали сугробы, превращая их в горки грязи, в конце концов изливавшиеся глинистой жижей. Ручейки талой воды собирались в бурные потоки, которые уносили с холмов всю накопившуюся за месяц из тужи влагу. Потоки устремлялись в старые трещины и ущелья или пробивали себе новое русло в мягком лесе. Лес это почва, мы это уже знаем. На еще скованных льдом реках стояло рев и треск, ров, ревело все. Эта вода рвалась из зимнего плена, вырывалась, стоило только чуть подтаять ледяным покровом, все, поехало. А потом без предупреждения эти звуки сменили резкий удар и затем бурный грохот. Это знак того, что лед больше не сдерживает весеннее половодье. Комья земли и льдины, качаясь на волнах, ныряя и всплывая, неслись в стремительно мощном течении, означая приход нового времени года. Павода как будто смыл зимний холод, и обитатели стоянки, которые, как и река, были скованы холодом, вышли на свежий воздух из своего убежища. Хотя потеплело только относительно, возродившаяся рядом жизнь придавалась силы и тем, кто жил в земляном доме. Каждый выход наружу приносил радость и даже весеннее очищение. народ львиной стоянки был чистоплотным по их собственным меркам. Талой воды хватало с избытком здесь, но чтобы добыть чистую воду, разводили огонь, не жалели запасов топлива. Более того, воду, которую добывали, растапливая снег, они использовали не только для питья или приготовления пищи, но также и для мытья. Время от времени они совершали и полные омовения. Все личные вещи находились в полнейшем порядке. Оружие и все необходимые инструменты хранились бережно здесь, а ту немногочисленную одежду, которую носили в помещении, чистили, чинили и время от времени стирали. Хорошо, что оружие не стирали. Но к концу зимы вонь в земляном жилище стояла страшная. Як вы там вообще живете? Мусорка! Бомжи! Дурной запах вызывало все, и запасы продовольствия, все, все гнило, никуда не денесе. Подгнившее вареное сырое мясо, все, горящее масло, часто даже прогорклое, корзины, в которые испражнялись, все воняет. Что за вонизма? Кто тут живе? Да, корзины, которые испражнялись и которые не всегда сразу же выносились, конечно же. Извините за подробности. И люди тоже воняли. Да, они время от времени смывали себя подыграть, а это было вот так и скажем, время от времени. А времени оно всегда не хватает. Это, между прочим, спасало их от кожных болезней, ну, хотя бы так, время от времени. Но заглушить естественный запах тела это никак не могло. Скунцы. Впрочем, они к тому и не стремились. Зачем оно это? Запах, на их гляд, был неотъемлемой частью индивидуальности каждого человека. Ага, духи. Правильно. Мамутуи привыкли к насыщенным и острым естественным запахам каждодневной жизни. Они просто принюхались до этого. Их обоняние было так же изощренно, как зрение и слух, и так же необходимо, чтобы ориентироваться в окружающем мире. Ага, плюсы перебираем. Плюсы. Плюсики, да? Даже запахи животных не казались им отталкивающими. То вы сами животные там. Они тоже были естественными природными. Как и сама природа, да? Тоже плюсик. Но с началом весны даже их ко всему привычные носы, даже в они замечали, что воздух все, вообще, не мачем дыхать. Воздух, да еще в закрытом помещении, хай бог мылое. Долго жили они бок о бок двадцать семь человек здесь. Стал чуть-то тяжеловать, да? А че это оно так? Че это так, да? Вот вот весной занавеси у входа в дом отворачивались. Даже занавеси у вас отворачиваются. Рубыш вас. Землянка проветривалась, вот а потому и отворачивалась, и все накопившиеся за зиму нечистоты выносились вон. Ну хоть так, само выливается, да? Или, помимо всего прочего, надлежало очистить конский загон от навоза. Тоже ауну. Лошади хорошо пережили зиму. Это радовало Эйлу, но не удивляло ее. Степные лошади большие сильные животные, привычные к суровым зимам. Хотя им самим приходилось изыскивать себе пропитание, Винни и Удалет свободны были уходить и возвращаться туда, где их ожидали защитой ночлег. Их дикие собратья и надеяться на это не могли. К тому же для них всегда были запасы воды и даже немного пищи. На воле лошади быстро развивались. В нормальных обстоятельствах это необходимо просто для выживания. И Удалет, как и другие жеребята, ребята, жеребята, рожденные одновременно с ним, он сильно вырос. Хотя ему суждено было подрасти еще немного в ближайшие несколько лет, он уже был крупным молодым жеребцом. Побольше своей матери. Шо, скоро копье выросто, пожди. Весна это действительно скудное время. Запасы пищи иссякают. Особенно излюблены обитателями стоянки растительные продукты. А новых еще нет. Или крайне мало. Все были рады, что осенью удалось выбраться на последнюю бизонью охоту. Если бы не это, сейчас было бы трудно с мясом. Ой, как! Но хотя мясо еще было вдоволь. Этого было мало. Шо, сало мало? А та. Эйла, вспомнив о том, как И заготовила весенний бодрящий напиток для клана Брана, решила помочь стоянке. Ее отвары сушеных трав и ягод, включая богатый железом желтый щавель и розовый шиповник, помогающий отцинги, отчасти восполнял недостаток витаминов. Но все же все изголодались по свеженькой зелени. Зелень им подавай! Впрочем, познания Эйлы пригодились не только для приготовления бодрящих отваров. Очаги, масляные лампы и тепло, выделявшееся человеческими телами, хорошо согревали полуподземное жилище. Подвал. Даже когда снаружи стояли отчаянные холода, в доме носили мало одежды. Зимой, перед тем, как выйти наружу, все тщательно одевались. Но когда снег стал таять, эти предосторожности были отброшены. Все. Хотя солнце только начало пригревать землю, тепло как опьянило их. Многих, что они выходили наружу, даже не надевая на себя почти ничего сверх обычной домашней одежды. «Заболиешь, голову простудишь, чуй меня». Весной часто шли дожди, стояла непролазная грязь от талого снега, и люди нередко возвращались промокшими и замерзшими, и действительно, да, простужались. А я шо кажу? Эйли приходилось лечить их от кашля, насморка и боли в горле. Весной, когда потеплело, это случалось даже чаще, чем в самые холодные дни зимы. Эпидемия весенних простуд захватила всех. Даже сама Эйла на несколько дней слегла в постель с легкой лихорадкой и грудным кашлем. «А тебе кто поможет?» Уже к середине весны ей пришлось хотя бы по разу полечить каждого обитателя стоянки. Нези сказала ей, что весенние простуды это дело обычное. Но когда вслед за ней слег мамут, Эйла забыла о своей болезни и стала ухаживать за ним. Он был глубоким стариком, и его состояние беспокоило ее. Сильная простуда могла оказаться роковой в любой момент. Шаман, однако, несмотря на свои преклонные лета, был наделен завидным запасом сил и поправился даже быстрее прочих. Еще есть в порховницах. Ее заботы трогали его, и все же он убеждал Эйлу обратить внимание и на других тоже, которые, может быть, и больше даже нуждаются в твоей помощи. А главное, береги себя. Потом заболела Фрали, которую измучил глубокий, сотрясающий все тело кашель. Но, как бы Эйла не стремилась помочь подруге, это было не в ее силах. Фребек просто отказывался пускать Эйлу в свой очаг. Крози яростно спорила с ним, и все были на ее стороне. Но он оставался непреклонен. Забор! Крози даже убеждала Фрали пренебреть запретом Фребека. А, все бесполезно. Больная только качала головой и заходила с кашлем. Но почему? Почему так? спрашивала Эйла у мамута, посасывающего горячий травяной настой. Твои травки пью. Из соседнего чага доносился мучительный кашель Фрали. Тронни взяла Ташера, который по возрасту был как раз между Нуви и Харталом. Как раз посредине. Тронни взяла его в свой очаг. Крисавик спал вместе с Бринаном в очаге Зубра. Вот красавик, красавчик. Так что больную беременную женщину ничто не должно было тревожить. Но каждый раз, слыша ее кашель, Элла испытывала страдания. Почему он не разрешает мне помочь ей? Ведь он же видит, что другим от моей помощи только легче. А ей сейчас помощь нужна сильнее, чем кому-либо. Такой кашель очень трудно вывести, особенно сейчас. И так уж трудно догадаться, Элла. Тому, кто считает людей клана за животных, трудно поверить, что они могут разбираться в целительстве. А коли ты выросла с ними, как ты можешь что-то знать об этом? М? Но они не животные. Их целительницы очень умелы. Я знаю. Я все знаю, Элла. Ты этим расскажи. Я лучше, чем кто-либо знаю искусство целительниц клана. Думаю, все здесь уже знают его. Даже Фребек. По крайней мере, они признают, что у тебя это получается. Они признают. Они уже признают. Но Фребек не хочет отступать. О, какой! он боится потерять лицо. Так что важнее, его лицо или ребенок Фрали? Должно быть, для Фрали лицо Фребека важнее. Фрали не виновата. Фребек и Крози заставляют ее выбирать между ними. А она не может сделать выбор. вышел Фребек на крыльцо. Да? Почесать свое лицо. О, да. Это ей решать, Эйла. В том-то и дело, она не хочет принимать решение. Она избегает этого выбора. и маму только покачал головой. Э, она все равно сделает выбор. Понимает она или нет. Но это не выбор между Фребеком и Крози. Ведь скоро у нее роды, спросил он. На вид вроде бы пора. Я не уверена, но вроде бы еще не пора. Ее живот кажется таким большим, потому что сама она худенькая очень. А плод еще не созрел. И это меня как раз и беспокоит. Слишком рано. А с этим ты ничего, ничего не поделай, Шейла. Ну, если Фребек и Крози никак не могут не спорить обо всем на свете. Это уже совсем другое. Это между Фребеком и Крози. Фрале это не касается. Она не позволяет им втягивать себя в их споры. Она не позволяет. Она могла решиться сама. И в сущности она все и решила. Решила ничего не делать. Ничего. Или скорее, если ты этого боишься, а я думаю, что именно этого ты и боишься, она решает, рожать ли ей сейчас или позже ребенка. Она может быть выбирать между жизнью и смертью своего ребенка. Может, и так выбирает. И себя тоже подвергает ведь опасности. Но раз это ее выбор, за этим может быть что-то кроется. то, чего мы с тобой не знаем. Эти слова мамута прочно запечатлелись в ее памяти. И ложась в постель, она все обдумывала их и обдумывала. Конечно, он был прав. Как бы не спорили между собой Фребек и мать Фрали, сама она тут была, но ни при чем. Эйла обдумывала, как же уговорить Фрали. Но она уже не раз пробовала это сделать. А теперь еще и Фребек не подпускает ее к своему очагу. И у нее нет возможности еще раз поговорить с Фрали. Когда она засыпала, разговор этот по-прежнему так и звучал у нее в ушах. Она проснула среди ночи и лежала на спине. Прислушивалась. Она не знала точно, что ее разбудила, но подумала, что может быть это до нее донесся стон Фрали. В темном земляном жилище сейчас было тихо. И она решила, что может быть ей послышалось все это. Волк стал скулить, и она попыталась успокоить его. Может быть он тоже увидел дурной сон. Это ее и разбудило. Но потянувшись к волчонку, она остановилась на полпути. До нее снова донесся этот звук, напоминавший сдавленные стоны. И Эйла отбросила покрывало и встала. Как есть. Осторожно она откинула полок и подошла к корзине, чтобы облегчиться. Затем натянула через голову рубаху и двинулась к очагу. Она услышала покашливание. Потом отчаянный спазматический кашель. Потом опять стон. Эйла разожгла угли, добавила немного щепок и обломков костей, пока огонь не разгорелся. Потом положила в него нагреваться несколько плоских камешков и потянулась за мехом с водой. Можешь заварить и мне чаю? Сразу же заметил мамут из полутьмы. Да ты взялся. И сбросил еще свое покрывало и сел на лежанке. Все тут как тут. Чаю подавай. Думаю скоро всем нам придется вставать. И Эйла кивнула и добавила в посудину для приготовления пищи еще воды. Да бабочка. И опять донесся этот кашель. Потом какое-то движение и приглушенные голоса из журавлиного очага. Нужно чтобы кто-то успокоил ее кашель и облегчил родовые муки. Если еще не поздно. Думаю надо приготовить мои снадобья. Сказала Эйла опустив чашку и помедлив добавила. На случай если меня позовут. Она подняла головню и пошла к себе. Мамут видел, как она перерывает корешки, корешочки, свои сушеные травки, цветочки, которые принесла с собой из долины. «Как же это все интересно наблюдать за ее целительским искусствием», подумал Мамут. «Хотя она слишком молода для этого еще, ремесла. На месте Фребека я больше беспокоился бы из-за ее молодости, неопытности, чем из-за происхождения. Я знаю, ее обучали лучшие целительницы, но откуда она в ее возрасте, откуда она столько всего знает? Должно быть, она рождена с этим, и это их знахарка Иза с самого начала почуяла, ты смотри, ее дар». Его размышления прервал отчаянный приступ кашля, доносившийся из журавлиного очага. «На, Фрали, выпей воды», нетерпеливо сказал Фребек. И Фрали покачала головой. Она не в состоянии была говорить даже, из последних сил пыталась сдержать кашель. Она лежала на боку, оперевшись на локоть, прикрывая рот кожаным лоскутком. Глаза ее блестели от жара. Лицо покраснело от напряжения. Она поглядела на свою мать. Крози, сидевшая на лежанке рядом с проходом, и не сводила с нее глаз. Ужасы и отчаяния Крози были очевидны. Она приложила все силы, чтобы убедить свою дочь попросить о помощи. она убеждала, спорила, настаивала, все бестолку. Она даже взяла Уэлл снадобье против ее простуды. Но Фрали была настолько глупа, что она отказалась даже от этой доступной помощи. А все этот тупой мужик, этот Фребек. Но об этом и говорить даже не стоит. Крози решила, что больше не проронить ни слова. Все. И кашель Фрали утих. И она в изнеможении опустилась на постель. Может другая боль, в которой она не хотела себе признаться, сейчас тоже отступит. Фрали лежала, затаив дыхание, в тревожном ожидании, словно боясь пугнуть кого-то. Боль началась и в нижней части спины. И она закрыла глаза, вздохнула, пытаясь отогнать эту боль. Она приложила руку к низу своего набухшего живота и почувствовала, как сжались ее мускулы. И ее охватил страх. «Слишком рано», подумала она, «время родиться ребенку придет не раньше следующей луны. Слишком рано». «Фрали, с тобой все в порядке», спросил Фребек, все еще стоявший со своей водой. Она попыталась улыбнуться, ведя его страх, но силы покинули ее. «Это кашель», сказала она, «весной все болеют». «Никто его не понимает», думала она, «и меньше всех ее мать». «Он так старается показать всем, что он чего-то стоит, а по сути». потому-то он и не уступал ей, так часто спорил, так легко принимал вызов. Он стеснял Крозе. До него никак не доходило, что истинную цену человека, число и меру его дарований, степень его влияния выказывает то, сколько он берет от своего рода и сколько дает замен за это. А это всем и так сразу видно, даже без всяких слов. Ее мать пыталась показать ему это, предоставив ему права на журавлиный очаг. Не просто как на место, куда его привела она в ралли, после того, как они соединились. Нет, он был вправе считать этот очаг своим родным домом. Более того, Крозе любезно, хотя и нехотя, шла навстречу требованиям своей дочери, давая Фребеку понять, что, хотя журавлиный очаг считается ее владением, при том, что у нее есть кое-что еще, по праву он тоже принадлежит ему. Но взамен она требовала слишком многого. Крозе столько потеряла в своей жизни, что ей было тяжело даже думать, а особенно человеку, который изначально имел на это право. Он имел так мало. Крозе боялась, что он не оценит ее жертвы, и ее приходилось постоянно убеждать в обратном. Если бы Фрали стала объяснять это Фребеку, она бы унизила его. Все это тонкие вещи, их только постепенно понимаешь, если когда-то чем-то владел. Но у Фребека никогда не было совсем ничего. Ему было сложно понять. Фрали опять почувствовала боль в спине. Если бы она лежала неподвижно, это могло бы пройти само собой. Если бы она могла не кашлять, если бы. Она начала раскаиваться, что не обратилась к Кейли, по крайней мере, за средством от кашля. Но нельзя, чтобы Фребек подумал, что она принимает сторону матери. Нельзя вступать в долгие объяснения, но у нее так болит горло, а Фребек начнет защищаться сейчас. Как раз в то мгновение, когда она окончательно усомнилась, она окончательно усомнилась в принятом решении, кашель возобновился, и она с трудом сдержала крик боли. Фрали, это не просто кашель, спросил Фребек, тревожно глядя на нее. Нет, от кашля она не стала бы так стонать. Она молчала. Что ты имеешь в виду? Но ребенок, ты ведь уже дважды рожала. Ты же знаешь, как это бывает. Фрали в последний раз резко откашлялась, сделав вид, что не слышит его вопроса. Свет стал пробиваться сквозь завешенные дымовые отверстия, когда Эйла вернулась к своей постели, чтобы взять верхнюю одежду. Большая часть обитателей стоянки поднялась среди ночи. Сначала их разбудил кашель Фрали. Потом до них дошло, что она мучается не только от простуды. Тронни пришлось повозиться с Тошером, который просился назад к своей матери. Вместо этого она подняла его и отнесла в очаг мамонта. А он продолжал плакать. Эйла взяла его на руки и понесла вокруг большого очага, показывая ему разные вещицы, чтобы хоть как-то отвлечь его. И волчонок увязался за ним. Топ-топ. Она несла Тошера через очаг лисицы, львиный очаг и дальше в кухонный очаг. Джандалар смотрел, как она входит в его нынешнее жилище, укачивая ребенка, и сердце его забилось чаще. В глубине души он хотел, чтобы она подошла поближе, но в то же время он чувствовал беспокойство и смущение. Они почти не разговаривали с тех пор, как он ушел от нее, и он не знал, с чего начать. Ух ты, проблема! Он искал какую-нибудь вещицу, которая могла бы занять ребенка, и нашел маленькую кость. Кость ворлит, оставшуюся от запись. Может, он хочет пососать ее, сказал джандалар, протягивая ей косточку. Она взяла кость и протянула ребенку. Вот, Ташер, смотри, тебе нравится такое? На кости не было мяса, но она еще сохраняла мясной привкус. Ташер засунул расширенный конец себе в рот, пососал и решил, что это ему понравилось, и все затих на месте. Хорошая мысль, джандалар, сразу же заметила Эйла. Она стояла, держа на руках трехлетнего мальчика, совсем рядом со своим бывшим спутником и смотрела на него. Именно так делала моя мать, когда сестренка плакала, ответил он. Они глядели друг на друга и не могли наглядеться. «Может, хоть эта косточка хоть что-то поможет, а?» Они не говорили ни слова, но замечали каждую морщинку, каждую тень, мельчайшие изменения со временем их разлуки. «Он похудел», подумала Эйла. «Как она беспокоится о фрале? Хочет помочь ей», думал джандалар. «О, Донни, как же ты прекрасна! Как же она прекрасна, а?» И Ташер уронил косточку, и волчонок начал грызть ее. «Не пропадать же добру, а?» «А ну, брось», приказала Эйла, и он послушно выплюнул кость, но стал возле нее на страже. «Охраняй!» «Зачем? Пусть грызет. Думаю, Фребеку не понравилось бы, если бы ты дал Аташеру кость после того, как она побывала в зубах у волка». «Не хочу, чтобы он брал то, что ему не принадлежит». «А он и не берет. Этот Аташер уронил косточку». «Волк, должно быть, подумал, что кость бросили ему», рассудительно сказал Джандалар. «Может быть, ты прав. Ладно, беды не будет. Пусть себе грызет». И она дала знак, и волчонок, утратив свою защитную стойку, опять вгрызся в свою косточку, а потом направился прямо к постели, которую Джандалар расстелил прямо на полу, рядом с тем местом, где он оборудовал свою мастерскую. Волк взял и улегся волчонок. И начал невозмутимо мусолить свою кость. Моё. «Волк, а ну прочь отсюда!» воскликнула Эйла и устремилась за ним. «Да всё в порядке, Эйла, если только ты не против. Он часто сюда приходит. С ним так уютно вместе. Я чувствую себя действительно как дома с ним. он мне нравится. «Да нет, я не против», ответила она. «Ты с удальцом всегда хорошо ладил. Думаю, ты нравишься животным». «Ну не так же, как ты. Тебя они любят». Я внезапно он остановился и нахмурил лоб и зажмурился даже. Открыв через мгновение глаза, он резко выпрямился, отступил на шаг и более сдержанным холодным тоном добавил. «Великая мать, богато одарила тебя». И она внезапно почувствовала, как горячие слезы наполнили ее глаза. Все ручеечки, как боль обожгла ее глотку. И она опустила глаза и тоже отступила на шаг. 05-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok